Друзья, всем привет еще раз. Прямое включение с выставки. На этот раз мы успели выловить Кирилла Бадулина. Вы знаете, что этот прекрасный мужчина занимается направлением адресных проектов, возглавляет его в ЗАО «Струнные технологии». И так как я на этой выставке именно официально с утра до вечера не работал, а взаимодействовал с инвесторами, и, собственно, на стенде работали другие люди, многие спрашивают по поводу официоза. Очень много людей подходили для того, чтобы обмениваться уже опытом, обмениваться технологиями в плане применения инновационного железнодорожного транспорта, инновационного электромобиля. И Кирилл как раз нам поведает то, что можно говорить об этой выставке в качестве ее результата, в качестве делегации, возможно, соглашений, которые были подписаны. Кирилл. Итак, посмотреть образцы продукции, которые могут быть использованы для строительства более совершенных юнибусов в будущем, как высокоскоростной, так и других моделей, которые у нас еще в разработке. И, кроме того, еще была, могу отметить, достаточно высокая активность по итальянскому региону. Много подходило, может быть, не государственных органов, но партнеров, которые хотят развивать, имеют контакты на высшем уровне в этой стране. Как минимум три или четыре беседы было с Анатолием Эдуардовичем на эту тему. Если говорить об официальных делегациях, то, во-первых, можно отметить, это Министерство транспорта Бахрейна приглашало нас в гости. Также выразили заинтересованность в строительстве транспортной системы у себя. Также был интересный визит корпорации развития из Малайзии, которые хотели построить на одном из островов Малайзии транспортную систему Skyway, как городские, так и грузовые. А также еще было несколько иранских компаний и, по-моему, иранской корпорации развития, которые выражали заинтересованность строительства в Иране как грузовых, так и пассажирских трасс. Вот это, наверное, из того, что такого наиболее интересного, о том, что можно сейчас сказать. Кирилл, я знаю, что сегодня было какое-то соглашение подписано, если можно об этом говорить. Чешская, Словацкая республика, была определенная делегация. Письма о намерениях тоже, что можно говорить, сообщи, пожалуйста. Ну, наверное, нет. Соглашение это имело частный порядок, то есть, наверное, соглашения я озвучить все-таки не могу. По поводу Чешской и Словацкой республики планируется через чешских партнеров выйти на партнеров в Африке. Поэтому мы сейчас прорабатываем этот момент. Вот, наверное, то, что можно говорить сейчас. Благодарю, Кирилл. Друзья, я надеюсь, было слышно хорошо, потому что к этой выставке мы подготовились со звуком и так далее. Но, собственно, результаты действительно вдохновляют. Анатолий Эдуардович уже покинул выставку. Кстати, можно ли говорить вообще, куда отправился Анатолий Эдуардович? Ну, наверное, пока нет. Ну, все вы прекрасно догадываетесь, друзья, что и как происходит. Ожаем новостей. Потому что, я скажу, как уже цитируя нашего классика, человека, который не хотел быть популярным. Ну, многие сейчас начинают фотографироваться, Павел Скойбеда, что золотые времена уже наступают для Skyway. Ну, а, собственно, что будет для этого делаться со стороны менеджмента головной компании? Друзья, мы с вами будем активно наблюдать и помогать из-за сил, как и мы делаем сейчас. Строй Skyway, спасай планету! Друзья, всем счастливо!